Новогодние праздники позади, пора убирать ёлку, но лучше нести зелёную красавицу в зоопарк. Здесь я найду достойное применение. Оказывается, натуральную хвою любят все парнокопытные. Верблюдица сакэ не исключение. Тебе ёлочку принесла? Похоже, двугорбая дама обрадовалась нашему визиту и такому лакомству. Сейчас колючие белорусские ели составляют ежедневный рацион заграниченного животного. Она хорошо их кушает, когда у неё есть настроение. А так она любит у нас морковочку, яблочки, сено хорошо кушает. Верблюдица сакэ обглодала всего несколько хвойных веточек, поэтому с бывшей новогодней ёлкой мы отправились и к благородному оленю. Он поспешил полакомиться гостинцам, а потом предпочёл с ним поиграть. Но, пожалуй, больше всего хвойному подарку обрадовались козы. Кушайте, кушайте! Приятного аппетита! Их от колючей ёлки за рога не оттащишь. Ещё бы! Хвоя – это не только вкусный, но и весьма полезный для животных продукт. Дело в том, что в хвое ёлок содержатся фитонциды, витамин С и другие полезные вещества, которые необходимы для наших животных. Если ваша новогодняя ёлка ещё не осыпалась, вы тоже можете принести её на съедение с животным. Главное – убрать с зелёной красавицы все игрушки и мишуру. Деревья можно оставить на входе в зоопарк. Узнала, что проводится в зоопарке акция «Поможем животным». Зная, что зимой обычно всем не хватает витамина, вот принесла свою красавицу. Надеюсь, что она кому-нибудь послужит прекрасной витаминной подкормкой зимой. Сосны и пихты в зоопарк не принимают. Животные их есть не будут. А вот натуральные ели эти милые обитатели ждут с огромным нетерпением. Диана Галех, Сергей Курков. Утро. Студия. Хорошего настроения.